Всем доброго времени суток! На ловца и зверь бежит. ТВ-шка собралась ехать в больницу с Зиной, а тут и Севка им навстречу. Он всего лишь заезжал к Сайгаку. Да маменьке ему и дела нет. Но ТВ-шка с него с живого не слезла и таки вынудила отвезти их в больницу. В этот раз Зина подарок за песню не приготовила Севке. За первую песню они с Надей одна поперек другой. Старались как могли. Уж одарили бабушки, так одарили. Гарного спивака. Вторая, ну как само собой разумеющаяся, уже пошла. Об этом даже речи не заводили. Севка очень недоволен тем, что приходится ему заниматься родной маменькой, но ничего не поделаешь. Обязанности есть обязанности. Садись. Ну хотя бы он видео снимет и заработает на ней. Она еле-еле залазит. Зина та пух и уже сидит в машине. ТВ-шка что-то там. Кудовчилась, кудовчилась. Еле влезла. Севка психует. Ну слава богу. Заползла она в эту машину. Села. Показывает Севка ее. Конечно же камеру повернул. Давай маменька отрабатывай. Потлатая, как барбосина. Ну зато губы накрасила. Восьмой десяток красная помада. Плохо видит. Руки трясутся. Намалевала криво. Неужели не видит, что рот будто на бок уехал? Зачем? Почему не пользоваться светлыми помадами? Они не требуют такого тщательного нанесения, как красные. Но она упорно пользуется именно красной. Но это выглядит гротескно. Это выглядит отвратительно. Это карикатура на человека. Лучше бы голову привела в порядок. Как снаружи, так и внутри. Я так понимаю, пусик стал свою расческу прятать, поэтому ТВ-шка не причесанная. Но ее три пера можно и вилкой причесать. Было бы желание. Севка едет и бурчит. Как ему не хочется ехать в эту больницу. Да сам поди подрядился, а теперь орет. Нишает ему маменька жить личной жизнью. ТВ-шка ему вопрос сразу в лоб. А як ты хотив? Ну точно не так, как ему приходится это делать. Конечно же, он этого не хочет. Она четко высказалась своим деткам после операции на коленном суставе. Когда Ира приехала и стала, говорит, мы что теперь должны еще утку после тебя таскать? Она, да, я за вами ухаживала, а теперь настал ваш час. Шуршите, детки мои, кружите меня, кружите. Детки, конечно, особо кружить не стали. Хотя Севке пришлось и постараться попотеть над этим делом, чтобы вытащить маменьку. Иначе, честно, она загнулась бы. Но Ирочка так приехала, знаете, на отвали. Поубирала там, помыла и отчалила во своясе. Едут они в машине и ругаются. Я представляю, как Зина себя чувствует. Когда это происходит ссоры в квартире, она тут же ноги в руки и бегом оттуда. Но это неприятно. Свои собаки грызутся, и она, получается, тоже попадает под этот замес. Зина пытается как-то скрасить, сгладить эту ситуацию. Говорит, ну давай мы сами поедем, останови эту машину. Машина не квартира, это же как с подводной лодки. Куда она? На ходу будет выпрыгивать? Конечно, ей приходится ехать. А ехать и слушать их гавканье? Ну, она смотрит Севкино видео, она должна понимать, что там она или нет. Они все равно бы ехали и всю дорогу ругались бы. Она там никакой погоды не делает. Ехать самим надо было раньше. Вот когда он подъехал, надо было сказать, нет, нет, нет. Мы съездим сами, все нормально, не переживай. А вот если бы он стал настаивать, вот тогда и можно было бы садиться и ехать. И он бы уже не смог говорить, вот вы ко мне тут навязались. Он бы их упрашивал. Его была добрая воля, это была на это все. Севка орет матери, нахрена надо было делать тебе эту операцию, чтобы ты как коллега ходила. Подождите. Была у него трансляция, и ему кто-то из зрителей написал. Зачем вы делали матери операцию, мучили ее? Если она ходит, а бы как? Еле ходит. И Севка говорил, нет, зря вы так. Она отлично ходит. Вы видели, как она переступает? На каждую ступеньку она отлично ходит. Ну, бывает у нее как-никак. Ну, там такие ситуации, когда она не может расходиться, а в принципе она очень хорошо ходит. Теперь он ее за это грызет. Вот жалко, что у ТВшки нет памяти на это все, и она не может ему это преподнести и сказать, слушай, я тебя не пойму. Значит, когда ты разговариваешь со зрителями, я у тебя хожу прекрасно. Когда ты смотришь вот так вот на меня, и мы разговариваем с тобой с глазу на глаз, придираешься, значит, тут же я становлюсь плохо ходящей для тебя. Ну, как это понимать? Ты уже определись, либо хорошо я хожу, либо плохо. Но она этого не запоминает и ничего об этом ему, конечно же, не говорит. Молча выслушивает. Севка говорит, а если скажут делать операцию на позвоночнике, там у тебя проблема, именно поэтому ты плохо ходишь. Ты готова? Болячая операция, говорит ТВшка. А какая операция не болячая для нее? Вот если бы сказали, что все будет хорошо, то тогда да, готова. А кто ей такое скажет? Ну, с коленом было, да. Пришли они к врачам, они пообещали, сказали, да, у нас даже с высоким, более высоким сатором, чем у вас делают операции. Поэтому смело соглашайтесь, все будет very good. Сделали операцию, ее выпнули домой. Быстро очень. Они свою работу выполнили на отлично, а остальное их не колышет. Так и в этом случае будет. Они прооперируют. Хотя это тоже, честно говоря, риск делать такие громкие заявления, что все будет прекрасно, вы не останетесь здесь на операционном столе. Операция пройдет успешно. А потом, а потом их опять ничего не будет касаться. Ой, сколько операций я этих перенесла. Севка говорит, вот только и можешь, что хвастаться своими болячками. Она расплылась, как ненормальная в улыбке. Аж глаза закрыла от удовольствия. Ее послушаешь, как она перечисляет, что у нее болело, как это лечили, чем она сейчас болеет, и сколько еще ей нужно будет в себе полечить. Невольно начинаешь думать, что она и в самом деле кайфует от этого. Разговоры она ведет только об этом. Ей нравится то, что она перечисляет. Она говорит об этом с удовольствием. Севка говорит, у меня своих проблем хватает. У меня глаз болит, мне напрягать его нельзя. А я вынужден везти тебя в больницу. Вот тоже еще один, который очень любит свои болячки. Теперь задолбит своим глазом. Бабка сразу. Да, ты ж сколько снимаешь, тебе писали, что это вредно. Севка говорит, снимал и снимаю, и дальше буду снимать. А жрать шо, если не снимать? Она тут же. А Коля шо есть? У мамки, чтобы не случилось, всегда стрелки переведет на Колю. А че он только ее упрекает? Пусть и Колю упрекает. И хочет выяснить она, за какую вшу Коля ест. Севка неуверенно очень произнес. Коля снимает. И родители снимают. Баба Таня богатого не снимают. Конечно, она уже опытный юзер. И если она чего-то не догнала, так ей уже за это время все объяснили. Кто сколько снимает и как она этом зарабатывается. Теперь ее вокруг пальца не обведешь. Она прекрасно понимает, что Коленька своими редкими-редкими видео заработать себе на то, что он себе позволяет, конечно же, не сможет. Кто, значит, ему это делает и покупает? Ну, понятное дело, кто. Баба Таня не угомоняется. Говорит, Коля себя так не напрягает, как ты. Севка говорит, откуда ты знаешь, что он делает? А вот это точно. Вот с этим трудно не согласиться. ТВ-шка плохо, наверное, смотрит видео. Или, как я уже сказала, она не запоминает. У нее не откладывается это в голове. Ну, это же не прооршалуйся информация. Она не знает, как приходится напрягаться Коленьке. Бедняга ведь не всегда может спокойно, свободно, расслабленно сесть даже на стул. Это же тоже о чем-то говорит. Какой у тебя сахар, мама? Девять. Ну, с хвостиком до самой десятки. Как обычно. Не ем ничего лишнего и запрещенного. Севка. Ой, не надо мне вот это лепить. Я тебе не верю. Звездишь ты. Опять-таки, не помнит баба Таня этих моментов. Не может ткнуть сына носом. А ведь было вот после этой операции, когда она никуда еще не выходила, и Севка сам ее кормил. Он приходил, готовил еду, а сахар у нее был 13 и выше. У него глаза на лоб лезли. Мать никуда не выходит, он ее кормит по часам, нужными порциями и такая подстава. И он сам говорит, ребята, если бы я сам ее не кормил, я бы не поверил. Ну, почему у нее такой сахар? А потому. Потому что потому у нее такой сахар. Ему уже говорили, что любая эмоция для нее, хоть положительная, хоть отрицательная, скажется обязательно на скачке сахара. Но он об этом даже думать не хочет. Самый главный упор он делает, это только на питание. Но оправдаться баба Таня, конечно, не может. Но ей веры действительно нет. Она могла ведь сходить и чего-нибудь поживать. Севка говорит, ничего не знаю, сама пойдешь к врачу. Она, с Зиной пойдем. Ну да, не зря же Зину везут. Пусть хоть какую-то пользу приносит. Севка говорит, что ты как блоха ко всем цепляешься? Прям, отвечает баба Таня, не мешки таскать. А я, говорит, не слышишь, что мне врач будет говорить, Севка. Я же ору тебе. Вот проси, чтобы и он орал тебе. Ничего страшного, покричит. Все поймешь. Зина голос подает. Да, не хочет. Не хочет она ехать. Это она Севке поддакивает. А кому это надо? Чужие болячки, чужие проблемы. Ведь это ответственность. Уже не будет она сидеть спокойно. Это надо сидеть, слушать, запоминать. А потом еще и передать правильно Севке. А это уже проблематично. Но бабке, конечно, не досуг самой этим заниматься. Она хочет свалить на Зину. Пойдет Севка, боже мой. Чего она голову морочит? Как будто она сына своего не знает. Конечно же, он будет этим заниматься. Пойдет как миленький. Севка говорит, чем ты занимаешься вообще, в принципе, по жизни? Она ночью стирала в три часа ночи. Севка говорит, правильно, днем выспалась, а ночью и сна нет. Зина, так она еще и кино гоняет до утра. Севка говорит, а ты знаешь, Зина лежит целыми днями? А ведь она старше тебя или не лежит? Она говорит, нет, не лежит. Рожа сразу такая недовольная стала. Конечно, Зина старше и на инвалидности, но двигается и не валяется вот так, как ТВ-шка. Не любит баба Таня такие сравнения, когда кто-то оказывается лучше нее. И тем более, кто? Какая-то там Зина. Севка еще стала отчитывать ее, что она собиралась в больницу, как вор на базар. Часть выписок и анализов взяла, а часть нет. Я вот думаю, по какому принципу она отбирала, что ей может у врача понадобиться, а что нет. Неужели так сложно было захватить этот диск? Положила все вместе вот эти документы с общей папкой. И пусть врачи сами смотрят и разбираются, что им нужно посмотреть, во что вникнуть, а во что нет. Конечно, она получила грандиозный втык от Севки. Села в машину, не могла пристегнуть ремень безопасности. Значит, надо садиться назад. Там пристегиваться не надо. Севка ее учит как надо и дополняет. Ты не в кукурузе. Не дергай машину и не ломай мне. А что там было в кукурузе? Почему Севке сейчас она именно пришла в голову? Неужели поймала Ару за хобот и так до самого ЗАГСа и тянула? Может быть, мы не все знаем про бабу Таню? Ну, какие-то все-таки пикантные подробности еще Севка оставил в заначке. Ну, на будущее. Они же любят потихонечку это грязное свое белье вытаскивать и раскладывать перед всеми зрителями. Баба Таня молчит. Написали бы зрители про кукурузу, она бы матом обложила. А так как сынок упрекает, едет тихонько, как мышка, помалкивает. Она знает, что стоит только рот открыть и получит еще больше. Поэтому благоразумнее будет промолчать. Вот иногда у нее срабатывает, когда нужно говорить, а когда нужно молчать. Скучно ей от этого всего стало. Рыгнула завтраком Севке прямо в нос. Ну, не только Севке, даже Зине там на заднем сиденье достала. Севка, ты что, котлеты ела? Зина, да, я тоже почувствовала. Фу, как они там с нею сидят. От нее же вот со всех щелей смердит. Вот быть вот такой безалаберной. Ехать в общей машине и вот так вот себя вести. Где, говорит, я рыганула? Это просто отрыжка. Ну да, всего лишь навсего. Ей ничего не стоит и голубя выпустить. А что такого? Себя сдерживать нельзя. Это вредно. Поэтому, где бы она ни находилась, в любой компании, она себя никогда не сдерживает. У сытников сидела за столом, газанула и продолжила дальше, как ни в чем не бывало. Севка говорит, раз ты не можешь толком за собой следить, я прошу Надю. Пусть она за тобой присматривает. У, как она сразу на дыбы встала. Не нужна она мне. Она и так ко мне просится постоянно. Можно я на спектакль приеду? А почему Надя у ТВшки спрашивает разрешение приехать на спектакль? Пусть приезжает, смотрит, снова садится в маршрутку и домой. Ой, так нет же. Она хочет пожить тут. Она хочет в трансляциях посидеть. А это только теперь можно в квартире у ТВшки сделать. Коля-то отказал в своей. Поэтому она и просит у ТВшки разрешение. Можно ли ей приехать на денечек-другой, а там, глядишь, задержится и на более длительный срок. Развлечений Наде хочется. Развлечений. ТВшка возмущается. Говорит, у этой Нади такой язык плохой. Вот сказала она про спектакль, что хочет приехать. А спектакль отменили. Надя и на концерт хотела приехать. И пошла таки на него. Но концерт не отменили. Причем здесь Надин язык нашли крайнюю. Надя виновата. Вспомнила ТВшка и про почку, которую Надя говорила. Если вдруг тебе понадобится, я готова тебе, Самвел, и свою почку отдать. И помнишь, Тевка, у тебя тоже почка заболела. Ведь после ее слов. А вот еще она про квартиру говорит, что оставит тебе после ее смерти. Да не дай бог с ее языком. Это она намек уже на то, что не дай бог Севка помрет раньше, чем Надя. И не воспользуется этой квартирой. Ну хотя бы с этой целью они оставят эту квартиру в покое. И она достанется тому, кому более необходимо, чем ТВшки или Севки. Какой спектакль, продолжала баба Таня объяснять Наде. У сына глаз болит. Это она разговор передает. Надя сказала, да, я Чула. Ну, конечно, Чула. Она же все видео Севки смотрит. Наверное, жальче ей, чем мне. Но это она к тому, что она мама. И ей сына, конечно же, больше жальче, чем чужой бабе. Хоть Надя и старательно показывает, как ей жалко Санвельчика. Мы все видели, как ей жаль своих детей. Сколько Санвел болел. Она ведь ни разу не волновалась. Заболел? Ну, то сходи в больницу, полечись. Всегда с пофигизмом. Она толком даже не знает его проблем со здоровьем. Помните, был в трансляции момент, когда она рассказывала про свои болячки, про Эдика. А потом Севка разозлился и спросил у нее. Мама, а ты знаешь, что у меня болит? И она такая уверенно сказала, да, знаю. Душа за мамку. И даже мысль не приходит в голову, что у него, в принципе, что-то может болеть, кроме его души. Он только за маму переживает. О ней только у него все думки. И эти все переживания связаны только исключительно с мамочкой. Не дай бог, что с ней случится. Севка уже 300 раз сказал, господи, да надоело уже. Быстрее бы, да и конец на этом. Пишет тебе постоянно, это Надя, продолжает баба Таня. А зачем? Сколько пирожков она сделала? На какую сумму продала? А кому это надо? А я тоже не понимаю, зачем это нужно? Но не исключаю такой вариант, что Самвел сам ее об этом спрашивает. Сколько ты, Надя, продала? Ходишь ли на базар? А потом нам выдает ее голосовые, будто это она к нему лезет и навязывается. А он вообще даже не интересуется ее делами и как она там поживает. ТВ-шка психует, я думаю, потому что берут завидки на чужие пожитки. Надя зарабатывает и в ее понимании она зарабатывает много. Надя разжилась звонкой монетой. А ТВ-шка, если зарабатывает кто-то, а не она, это же, конечно, острый нож в сердце. Поэтому здесь я понимаю ее вот эту негативную реакцию. Севка говорит, а почему ты, Ири, совсем не звонишь? Да звонили недавно. О чем балакать можно? Ничего нового нет. Ну так только выбух и было, и все. Все, понимаете? Только были взрывы. Больше нечем даже с дочерью поговорить. А то, что были взрывы, ну мало ли, если там что-то случится. Да какая ей разница? Ну случилось и случилось. Самое главное, чтобы она была жива, здорова. И, конечно же, источник ее благосостояния Севка, чтобы тоже был жив и здоров. Вот все, что ее интересует. А ребенок ее там, зять, внучки, правнук, ее вообще это не волнует. Она всю жизнь прожила эгоисткой, думала исключительно о себе. И сейчас ее переживания, если даже какие-то легкие, и есть, но не за сына. А за то, что не дай бог с ним что случится, она ведь пропала. Она понимает, что никто даже вот так, как Севка, не будет за ней ухаживать. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.